макс ты подготовил песню нирваны шучу нирвана нирвана ну да ну да что это это еще одно слово на санскрите такой же как патхичита давай мы сейчас на левую часть в левую сторону пойдем нирвану к ним принесем наша задача очень ясная по крайней мере в моем уме наша задача это быть таким мостом между древней мудростью и современным миром то же самое для вас всех если вы коучи если вы обучаете людей мы у нас невероятная карма когда мы живем в такое время и тибетская культура и тибетская культура практически умирает сейчас есть некоторые люди которые принесли эту мудрость на запад и теперь мы должны сделать все возможное чтобы сделать эту мудрость своей это предполагает что мы должны объяснить эти странные слова с которыми мы не росли так чтобы это было четко абсолютно точно понятно любому человеку которого можете встретить в метро и это не то что это какое-то слово которое происходит две тысячи лет назад из индии это тоже конечно но это должно стать тем что мы понимаем и можем применять в своем мире и мы можем что-то использовать это использовать нашей жизни сейчас это то что мы хотим сейчас делать со словом нирвана нирвана это состояние ума еще одно состояние ума это состояние ума очень сложно представить потому что у нас его не бывает у нас его нет сейчас то есть если ты человек это означает ты не в нирване если бы вы находились в нирване вас бы вообще называли другим не человек другое существо итак нирвана это состояние ума когда вы никогда больше не обратимо то есть это это прекращение что-то прекратилось негативные мысли или негативные эмоции прекратились навсегда когда я говорю негатив это я всегда имею ввиду негативные эмоции негативные мысли то есть ментальные вещи я не знаю как вы но я когда услышал это впервые это так сложно вообще осознать понять это как это представить а что если мой босс меня бесит что я больше не буду на него злиться нет ничто никогда больше вас не расстроит а что если меня кто-то навредит физически и вообще если будет и если это будет болеть не то что теоретически а что я не расстроюсь нет никакой больше злости никогда больше не расстроитесь вообще для меня это супер радикально это вообще невероятно это очень сложно представить потому что мир происходит как нам кажется с этой стороны я на момент засомневался откуда же этот мир происходит если вы человек то мир происходит для вас вот так вот и до тех пор пока вы видите что мир происходит вот так вы будете расстраиваться поэтому должно быть что-то что радикально изменяется в нашем сознании чтобы мы осознали что каждый раз когда мы злимся завидуем что еще любая негативная эмоция в ответ мы снова перезасеиваем это всеми чтобы это с нами снова произошло часть прогресса состоит в том что мы понимаем не то чтобы мы плохие люди мы как сказать вежливо мы умственно отсталые что ли не знаю как сказать ментальные инвалиды умственно отсталые должно звучать это слово брутально потому что результат брутальный все наши страдания происходят из-за нас самих но больше не будет ментальных омрачений ничего не работает не работает работает второй тоже не работает 1,2,1,2 ну большой какой нирвана тест расстроюсь ли я это был тест на нирвана легкий расстроюсь ли я не, не расстроился микрофона это цель нирвана это цель правда Геши Майкл говорит если у вас какой-то тяжелый день вы расстроились и начинаете сомневаться в самом себе просто подумайте о том что что-то такое как нирвана существует в принципе это вас одно то что вы знаете об этом делает вас уже особенным человеком это правда невероятно что мы знаем что это возможно итак какое определение идиома 26 идиома 26 идиома 26 это неприятное прекращение в котором человек устранил препятствие ментальных омрачений полностью благодаря своему индивидуальному анализу в кавычках индивидуальный анализ еще раз нирвана это постоянное прекращение в котором человек устранил препятствие ментальных омрачений полностью благодаря своему индивидуальному анализу индивидуальный анализ анализ мы будем говорить кого-нибудь кто успел написать короткое определение это значит что все ваши негативные эмоции все но готовы продолжать и в этом длинном определении был один интересный аспект это как раз был индивидуальный анализ это немножко странно Макс ты неправильно сменил как-то теперь говорит я даже сам себя могу слышать как здорово индивидуальный анализ это причина по которой вы можете остановить или прекратить свой негатив что же это за индивидуальный анализ откуда это происходит индивидуальный анализ чего это нас приводит коротко снова к пяти путям у нас есть три главных пути это три главных идеи которые приведут вас выведут из самсары и это мы называем три главных пути мы у нас много интересных три главных пути раз раз ура что-то не знаю семена у нас какие-то странные демоны это хороший знак говорит Питер три главных пути это как колонн отречение подхичитта мудрость пять путей ада прогрессион чарт that you go through as you progress шкала прогресса по которой вы идете когда идете по духовному пути первая первый путь проблема проблема есть проблема официальное название накопление второе подготовка третье видение четвертое привыкание пятое это как бы цель уже больше ничего не надо изучать на пути накопления у нас есть проблема слышно меня на втором пути подготовки кто-то вам объясняет проручку и вы начинаете работать что-то ребят погромче сделайте не слышно на третьем пути третий путь самый короткий первый очень длинный второй тоже может чувствоваться ощущаться как длинный нет третий очень короткий и только 20 минут у нас внутренняя шутка петер всегда короткая это красивая итак третий шаг это только 20 минут в глубокой медитации где вы видите пустоту напрямую это то к чему мы стремимся когда вы достигаете этого пути это необратимо потому что когда вы выходите из этого состояния вторая часть этого пути видения приводит к 27 идиме с вами происходят четыре группы осознаний их называют четыре корзины осознаний и эти осознания относятся к четырем истинам арии после того как вы видели пустоту напрямую ваш ум невероятно открыт и именно поэтому в течение следующих 24 часов к вам приходит огромное количество осознаний которые никогда с вами не случались первая группа осознаний относится к тому что вы на самом деле понимаете что в жизни есть страдания почему вы видите свою собственную смерть и вы понимаете четко что это страдание и вы осознаете что любое действие которое вы когда-либо в своей жизни совершали оно всегда было эгоистичным даже пространия или мантры все действия были инфицированы вашим эгоизмом вторая группа осознаний относится к тому что вы понимаете почему все есть страдание это истина арии о пути страдания примеры того что вы видите в этот момент например вы можете читать мысли людей и вы видите их омрачение напрямую и то как они создают свои страдания постоянно и вы также понимаете что у вас до этого момента никогда не было ни одной правильной мысли третья группа из-за того что у вас было это прямое восприятие пустоты вы понимаете что все действительно пусто и то что вы осознаете что то что вы видели это было тело сущности Будды вы видите напрямую сколько вам еще жизней нужно будет прожить и вы видите момент когда вы станете просветлен видите это напрямую четвертая сценария это то что вы точно знаете что то что вы только что видели это все правда это очень важно понимать что то переживание которое с вами произошло это абсолютно правильное переживание и у вас физическое происходит ощущение Будды Читта вы испытываете абсолютную любовь к каждому живому существу почему мы об этом говорим если вы хотите достичь нирваны что есть конец всего негатива вы достигаете это благодаря своему индивидуальному анализу вот этого переживания то есть после того как вы видели пустоту напрямую вещи вокруг вас снова начинают выглядеть странно снова начинает выглядеть как пустоты со своей стороны происходит но с этого момента вы знаете что это все неправда и вы используете вот это переживание видения пустоты напрямую на четвертом пути привыкания для того чтобы подчистить все остальные негативы и на этом же пути в какой-то момент вы достигаете нирваны когда вы вычислили все плохие семена и больше никогда вообще ничего не испытываете ни одной негативной эмоции